Всем привет! Продолжаем смотреть картины известных художников и художниц. Сегодня у нас Мария Ефросиния Спартали, представитель второго поколения братства при Рафаэлит. Одна из самых продолжительных карьер, около 60 лет, написавшая более 150 работ. Стала уважаемым художником, получив похвалу от Данта, Габриэля, Рассетти и других. Была старшей дочерью Майкла Спартали, богатого купца, руководителя фирмы Спартали & Co. и генерального консула Греции, базировавшего в Лондоне с 1866 по 1879 год. Родилась она 10 марта 1844 года. Я цитирую переводную википедию. Семья делила время между своим домом в Лондоне и загородным домом на острове Уайт. В городе отец Спартали любил пышные вечеринки в саду, куда он приглашал начинающих писателей и художников. Именно на одном из таких мероприятий Мария впервые познакомилась с миром искусств. В 1870-м в Спартали знакомится с американским журналистом и художником Стилманом. Пара ранее позировала Рассетти на его знаменитых фотографиях. Хотя неизвестно, так ли они впервые встретились. Мария никогда не была в качестве модели для мужа. Пара поженилась в 1871 году против воли отца. Это вызвало разрыв в отношении с отцом, который никогда полностью и не закончился. Поскольку муж был иностранным корреспондентом Таймс, пара делила свое время между Лондоном и Флоренцией, а затем и Римом. Было трое собственных детей, известных своим греческим наследием и красотой. Спартали вместе со своими двоюродными братьями Мария Зимбака и Аглая Коронио. Вместе были известны среди друзей как Три Грации. Помимо красоты Мария была очень высокой и внушительной фигурой. Последние годы она одевалась полностью в черное и целенаправленно привлекала к себе внимание на протяжении всей своей жизни. В доме греческого бизнесмена Ионида Талс Хиллс на юге Лондона Марии впервые встретила художников Макнила Уистлера и драматурга Чарльза Суинберна. Встреча произвела впечатление Суинберна так, что он сказал, что она такая красивая, что я хочу сесть и плакать. В 1864-м она познакомилась с Данто Габриэлем Рассетти. Когда она проявила интерес к рисованию, Рассетти направила его к Форду Мэдеку Брауну. Из своих моделей Браун сказала, что в портале была самая интеллектуальная и сохранила глубокое уважение к ее работе, о чем говорится в их переписке. К 1870-му году Спортали решил заниматься искусством профессиональной и с помощью своего наставника совершил свою первую продажу работ за 40 генеи. Она искренне наивный прерафаэлит, говорил Генри Джеймс. Сам Рассетти признал работу Спортали за ее способность наполнять свои фигуры эмоциями, тем самым возводя их в нечто большее, чем просто изображение. Сюжет ее картин типичный для прерафаэлитов. Женские фигуры, сцены из Шекспира, Петрарки, Данте, Боккачо, итальянские пейзажи. Она выставляла их в галерее Дадль в 1875 году, затем в галерее Гроссвенера, затем в Королевской академии. Умерла с портали 6 марта 1927 года в возрасте 82 лет. За 4 дня до своего 83-летия была кремирована в Руквудском кладбище, недалеко от Уокинга, графства Суррей. Похоронен там со своим мужем. Ну вот, немножко о Марии Ефросини Спортали, британским представителям второго поколения братства прерафаэлитов, как ее называли. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин